Ребятки, пришло это время года, когда я могу выйти на улицу, сказать, на улице 20 градусов тепла. Тепло. Мне не надо ходить в всяких куртках, на куртках всегда самой, на всякий случай. Мало ли, вдруг будет холодно. Мы наконец-то идем на игру Cleveland Toronto Raptors, но только не в арене, а как в прошлом году я ходил, да, в Юрский парк, короче. Мы сейчас опять туда идем. Будет, короче, круто, ладно, сейчас мы пойдем потусим, короче, в Юрском парке. Но сначала мне надо поехать на работу, кому интересно, где я работаю, я, короче, вам покажу немножко. После этого, я надеюсь, я успею до начала игры. Короче, поедем, замутим, будем четко. Окей, bye. Я увидел на тюрьме. Да, спасибо большое. Да, это нормально, это нормально, спасибо. Продолжение следует... Оarte, нет, спасибо! О, мой бог, это оченьências. Это очень Prosaten. ДИФОН墓! ДИФОН! 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 РОМ 사람! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой же ты? Нет! Боже, боже, боже! Боже, 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 боже! Боже, боже! Боже, боже, боже! Короче, пока я иду домой, поговорим с вами о плей-офф, о втором раунде, типа обзорчик, типа во блоге, типа типа я что-то шарю в баскете. Как вы знаете, закончился первый раунд плей-офф, начался второй. Миннесота выиграла одну игру, что я сказал, что Хьюстон играет 4-0. Миннесота выиграла одну игру, бывает. Хьюстон играл очень так сильно. Юта выиграла против Оклахомы и City Thunder, так что я сказал, что Оклахома выиграет 4-1, но я чисто, как сказать, взял свои шансы, что Пол Джордж и Рассел Уэсбург затащат, но Донован Митчелл был просто невероятным. Я, кстати, не думал, что так будет хорошо играть в плей-офф, но в плей-офф он был просто шикарным типом. Я такой, ё-моё, я новый фанат Донован Митчелла, просто этот тип разносит. Ну и их серия Хьюстон, Хьюстон-Юта, я думаю, закончится 4-1. Я не думаю, что Юта сможет по нападению просто что-то сделать. Хотя у них защита типа неплохая, но я не знаю. Не знаю, я думаю, что 4-1 Хьюстон победит и пройдёт в финал конференции. Потом новый Орлеан разнёс мой Портленд, моего Демина Лиларда. Если кто-то сказал, что Портленд проиграет 4-0, вы врёте. Вот никто бы не мог это приугадать. Чтоб Джу Холид по сорокету уложил, и Ронда раздавал тут налево-направо, и всё это кофе насырали, и закрыли Лиларда и Микалума. Не, ребят, не надо. Не надо мне рассказывать, что вы такие знатоки. Ага. И Golden State Warriors вырвали 4-1, я сказал, что они вырвали 4-1. Но были такие в комментариях типа, ты шо, баскет не смотришь? Ты видел, что Golden State... Ты шо, не смотрел баскетбол? Golden State проигрывал налево-направо всяким дебилам Сакраменто, Фениксу проигрывал. В общем, я такой, ну... Кто теперь баскет смотрит? Гнида. И Golden State сейчас ведёт 1-0, и Стеф вернулся уже, попадая там с середины площадки почти, как всегда. Это всегда такой Стеф делает. Впрочем, то. И они ведут что-то 5 очей во второй половине. То есть, закончилась первая половина, они ведут 5 очей. Короче, да. Я думаю, Golden State выиграет. Я думаю, Golden State выиграет 4-1 тоже и пройдёт в финальной конференции. Теперь... Кливленн-Торонто. Торонто-гниды проиграли первую игру. Волончу у нас... Как он промазал этот put-back, блин, за секунду до конца? Я просто не понимаю. Иван Влит промазал 2-3 открыто. Это... Короче, ужас вообще полный. Кливленд ведёт 1-0. Но я... Я скажу, что... Raptors выиграют в 7 играх. Raptors выиграют 4-3 и пройдут в финальной конференции. Это... Это было очень субъективно. Не, объективно. Вот так, разница между субъективно и объективно. Короче, похер. Короче, я как фанат Торонто, я ставлю на Торонто. 4-3 выиграет Торонто. Пожалуйста. Ну и Филадельфия-Бостон. Филадельфия очень уверенно разнесла майами хит. Я не помню, как я сказал. Я, по-моему, сказал Филадельфия 4-2 выиграет. Они выиграли 4-1. Короче, бывает. И Бостон, на которую я не ставил. Я думал, Миллоки сырают лучше. Ну и если бы они выиграли первую игру, там где Миллутон попался в середине эту дичь. Я думаю, они бы выиграли, короче. Но не сложилось. 4-3 выиграл Бостон. И ночи сырают с Филадельфией. Они тоже ведут 1-0. Я ставлю на Филадельфию, что они выиграют 4-2 и пройдут финанс-конференции. И будут там играть с Торонто. Короче, да. И вы уж извиняйте, что типа хэштег Marathon2K чуть-чуть сбился. Но просто я хотел вам показать, как я сходил опять снова в Юрский парк. Год спустя чисто снова на Кливлен-Торонто попалить. И снова Торонто загнулись. Дичь. Если вы подписаны на мой инстаграм, кстати, подписывайтесь на мой инстаграм. Если вы подписаны на мой инстаграм, вы уже знаете, что я выложил туда фоточку. И я уже написал, что волончуность испортил мне вечер. И вот реально сейчас мне испортил вечер. Я тупо сейчас такой усталый. Это просто жопа. Я не знаю, что. Сейчас я тупо приду, захаву яблоко, быстро отмотирую влог на утро. Чтобы могли его попалить. И потом и буду отдыхать. Ну я думаю на этом все. На этом выпуске все. Всем спасибо за просмотр. Огромное вам спасибо. Спасибо, что подписаны на мой канал. Но я вижу вас завтра в новом видео. Увидимся.